Уроки армяно-азербайджанской войны 2020 года Александр Запольскис на авторшоке за 2 октября 2020 года Хотя события в Нагорном Карабахе находятся еще в начальной фазе, в целом они уже позволяют извлечь важные уроки. Как о перспективах региона, так и о характере предстоящих войн в целом. Как заявил на встрече с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян, за ночь ситуация на фронте не изменилась. Так как азербайджанская сторона говорит примерно то же самое, можно заключить, что спланированный турецким генштабом Блицкриг забуксовал. Это не означает поражение Азербайджана или победы Армении. Просто бои переходят из тактики на скока к сирийскому варианту сражения на истощение ресурсов, баланс которых для Баку выглядит предпочтительнее. Но и Реван пока находится в стадии политической истерики, убеждая себя и население в способности игнорировать объективную реальность, а также в достижимости победы, несмотря ни на что. В результате обе стороны публично отказываются от посредничества Москвы и выдвигают друг другу ультиматумы условий согласия начать переговоры. Ильхам Алиев требует от ООН принятия мер по борьбе с терроризмом и оказания поддержки законным усилиям Азербайджана по защите территориальной целостности страны. Кстати, юридически вполне обоснованно. В свою очередь Пашинян настаивает на обязанности ОБСЕ ввести свои патрули на линию соприкосновения для прекращения агрессивных действий со стороны противника. Тем самым наблюдается вполне полное игнорирование факта российских геополитических интересов в регионе всеми участниками конфликта. Это первый главный урок происходящего. Время уместности пассивной дипломатической позиции России явным образом заканчивается. Либо Москва начинает активно вмешиваться в происходящее с четко обозначенными целями и осязаемыми результатами их достижения, либо она неизбежно окажется вытеснена из региона полностью. И спустя не столь уж продолжительное время он станет полностью турецким. Со всеми вытекающими политическими и экономическими перспективами. Второй частью урока нынешней войны на Кавказе служит характер ее введения. Несмотря на танки, стратегические бомбардировщики, реактивные системы залпового огня, беспилотные дроны и баражирующие самонаводящиеся боеприпасы, характер общевойскового боя демонстрирует тенденцию сваливания в Средневековье. Это когда силы сторон ограничиваются по размеру, бои ведутся локально малочисленными подразделениями, а подготовленная оборона снова начинает доминировать над наступлением. Азербайджанская армия почти втрое превосходит армянскую в численных показателях и без малого в пятеро в качественных, но за трое суток активных боев она сумела вклиниться в позиции армии обороны Арцаха всего на 20-25 км, да и то далеко не по всему фронту, а лишь на его южном участке. Конечно, горы вносят свою специфику, но не настолько же. Теперь все зависит от способности сторон выдерживать высокий темп потерь на оперативно-тактическом уровне, добиться победы на информационно-дипломатическом. Если Ереван сумеет удержать позиции фронта к исходу второй недели сражения и медийно продемонстрирует, что ни капли не устал, решимость Баку продолжать боевые действия может серьезно пошатнуться. В этом случае стороны пойдут искать выход из конфликта в дипломатической плоскости, что будет подано Армении как доказательство победного отражения азербайджанской агрессии. В противном случае Баку навязывает Еревану войну на истощение, которую Армения, вероятнее всего, проиграет к пятому-шестому месяцу боев. Но результат победы себе заберет Турция. Есть ли у России свои сценарии победы на этом внешне-чужом конфликте интересов? Конечно, есть, но о них мы поговорим когда-нибудь в другой раз, пока рано. Александр Запольскис. Уроки армяно-азербайджанской войны 2020 года.